Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Рассмотрим с вами тему, как же объединить два кредита в один. Но это тоже такая непростая услуга, в том плане, что для того, чтобы просто их объединить между собой, ну, такого даже не существует, наверное, в Сбербанке, да и в любом банке. Чтобы объединить два кредита в один, вам нужно произвести рефинансирование. Рефинансирование можно произвести как в Сбербанке, так и в стороннем банке. Также, допустим, если у вас кредиты с других банков, то вы можете в Сбербанке их объединить и произвести рефинансирование. То есть в любом случае, при любом раскладе, где бы у вас не были взяты кредиты, для того, чтобы их объединить, нужно произвести рефинансирование. Если вы хотите произвести рефинансирование в Сбербанке, то вы можете произвести данное рефинансирование как в личном кабинете Сбербанка, если вы вдруг пользовались какими-то услугами от Сбербанка, и, соответственно, у вас есть возможность выхода в личный кабинет. Также, если у вас нет возможности выхода в личный кабинет, то на сайте сбербанк.ру есть возможность произвести онлайн, сразу подать заявку на рефинансирование. И, соответственно, там указать, какие кредиты вы хотите прорефинансировать. Если вы, допустим, пользуетесь личным кабинетом, то можно на сайте Сбербанка в личном кабинете зайти и также в настройках кредитов там произвести рефинансирование. Рефинансирование – это как дополнительная заявка, которую будет рассматривать банк. И не всегда рефинансирование одобряют, хоть эти деньги будут уходить в счет погашения действующих кредитов. Банк все равно может рассмотреть вас как, допустим, человека, у которого большая финансовая нагрузка с данными кредитами, но и не факт, что вы их там, допустим, сможете дальше платить, если вы сейчас хотите производить рефинансирование. И банк может поставить под вопросом ваше одобрение. Поэтому просто взять и объединить два кредита в один, к сожалению, не получится. Без оформления заявки на рефинансирование данная ситуация не существует просто так сама по себе. Поэтому если вдруг вам не одобрили, то попробуйте просто подать заявку тогда в другом банке на рефинансирование и объединить данные кредиты, чтобы вам было проще платить. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Впереди еще очень много интересного и полезного. А я с вами на этом прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока.